Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новость. Айсултан Назарбаев. Что случилось с Айсултаном Назарбаевым? Почему Айсултан решил говорить? Часть 2. Друзья, в одном из последних своих видео я высказал свое мнение по поводу Айсултана. Зачем он начал говорить правду? Первая причина, по которой он решил заговорить, это то, что его всячески пытаются достать его родственники. И вторая, что якобы о том, что творится в Казахстане, невозможно молчать. Сейчас я вам очередной раз докажу, что причиной этих откровений стал только первый фактор. 23 января 2019 года, то есть год назад, Айсултан удалось выбраться из больницы, которая находилась на территории России. Пробовал он там 14 месяцев, и методы лечения там довольно-таки своеобразные. Я сейчас не буду в это углубляться, это совсем другая история. Так вот, как только он вышел, он в фейсбук решил порассуждать на тему родины. Вот что он сказал. Что такое родина? Для кого-то это просто место, где ты прописан по паспорту. Для кого-то это место, где тебе хорошо. А для кого-то это страна, с которой ты связан, как дерево, корнями связанное с землей. И неважно, стоит ли прописка в паспорте, и хорошо ли ты там. Я жил, учился, бывал в разных странах, но всегда знал, что моя родина – Казахстан. Не просто знал, чувствовал сердцем. Но только сейчас мне представилась возможность это почувствовать по-настоящему. За это нужно сказать спасибо казахстанской миграционной службе и сотрудникам органов. Благодаря им я сейчас человек без паспорта, без прописки. Мне вообще нехорошо, но мои чувства к Казахстану ничуть не пострадали. Когда я вышел из частной российской больницы, я вернулся домой без своих документов. Все было забрано и уничтожено. Куда меня поместили доброжелатели из числа близких людей, которым я должен был доверять. Поэтому вернувшись, я не стал обращаться ни к кому за помощью. И как обычный гражданин своей страны, пошел в наши казахстанские органы за восстановлением документов. Это просто жесть, что творится в наших госорганах. Меня отправляли из одного госучреждения в другое, миграционная служба, ЗАГС и так далее. И в каждом не знали, что делать с моей ситуацией. Разводили руками или питали какую-то ерунду. Кажется, ни одного профессионала не встретил. И каждому плевать, что этот вопрос для меня очень важен, что фактически я лишен гражданства своей родины. Они разговаривают с человеком, а видят во мне только лишнюю работу, которую им и хочется делать. Мне есть к кому обратиться. Я внук президента. И я, разумеется, обращусь. Но мне будет стыдно беспокоить руководителя страны с вопросом, который должен быть решен автоматически, быстро, профессионально и по закону. Обычным сотрудникам в обычном отделе миграционной службы, ЗАГСа и прочих наших госучреждений. Кто на самом деле несет ответственность за это? Клерки на местах? Или все-таки есть профильные руководители среди министров, не сумевшие добиться своих сотрудников качественной работы? Я спрашивал сотрудников, с которыми довелось общаться, за что они так не любят своих сограждан? Разве им не стыдно, находясь на государственной службе, так обращаться к людям, которым они обязаны помогать? Мне никто не ответил конкретно. Глаза отводили. Наверное, все-таки стыдно. Я пишу этот пост с запутавшимся сотрудникам госучреждений Казахстана с одним лишь призывом. Вспомните, что вы не боги, над всем есть Аллах, и когда-нибудь вас не станет и предстанете перед ним. Подумайте, что вы ему скажете. Разве найдете оправдание тому, как вы относитесь к людям? Делайте свою работу честно и хорошо, не ожидая, пока на вас надавят сверху. Именно так жизнь в стране улучшится. И ваша жизнь в том числе. Поймите, наконец, что каждый казахстанец является строителем того, что и он, и его дети с гордостью будут называть Родиной. Если раньше можно было сказать, что Айсултан не знает, что происходит в стране, ему неизвестно и так далее, то теперь он понял, какой жизнью живет обычный человек. Его родственники ему это дали почувствовать на себе. Потом, конечно, помогли, не бросили. Это был своего рода урок, чтобы понимал, что если он не с ними, то тогда придется покушать простого хлеба из пятерочки или ленты, на который, кстати, придется и заработать. И про то, что дед ему вовсе не дед, где-то в это время он тоже узнал, но почему-то не рассказал сразу. А потому что его опять взяли под крыло, на карту опять начали поступать деньги. Он пообещал, что опять образумится, и жизнь из черно-белых тонов окрасилась, как и раньше, во все цвета радуги. Красота. Хватило всего этого на год, после чего что-то произошло, и он стал неуправляем и опасен. Надежды в нем не стало. На карту перестали поступать деньги, поддержки от деда-отца нет, и все. Как жить? Еще и пугают, что найдут. Вот тут-то он вспомнил про народ, что можно все рассказать, мама испугается, и все про это узнают. Его оставят в покое и откроют денежный кран. План верный, только денежный кран у народа никогда не откроется, которым все так любят прикрывать свои мягкие места, и под крыло народа тоже никто не возьмет. У народа ведь нет влиятельных родителей. Подписывайтесь, если хотите сразу узнавать о новых публикациях. Оценивайте, если было интересно.